Всем привет, друзья! Это канал Мегазвук. Сегодня мы бы хотели записать для вас видео на тему «Как выбрать сабвуфер?». Вы очень часто задаете вопросы «А какой мне нужен?», «А какой мощностью?». И сегодня мы по пунктам решили об этом вам рассказать. Так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Будем идти последовательно по пунктам. И первый пункт у нас это «Активный сабвуфер или пассивный?». Активный – это у нас короб, сабвуфер, усилитель. Как пример, возьмем от CVCraft короб на трубе, сам динамик и встроенный усилитель. А по поводу пассивного сабвуфера с этим все просто. Это у нас просто динамик, низкочастотный динамик. Второе и самое главное – это бюджет. С этим нужно определиться так. В этот бюджет у вас должен входить либо сабвуфер, либо же у вас в этот бюджет должен входить короб, усилитель, проводка, ну и, конечно же, сам сабвуфер. Как только вопрос цены и что туда должно входить будет закрыт, можно переходить к подбору сабвуфера. И далее нужно определиться с размером сабвуфера и с их количеством. Это может быть 6,5-дюймовый сабвуфер, 8-дюймовый сабвуфер, десятка, двенашка, пятнаха и восемнаха. К сожалению, все восемнахи продали. Количество сабвуферов может быть любое. 2, 3, 4, 5, 6, да сколько захотите. Главное, чтобы вы смогли это все дело скоммутировать. Далее нужно определиться с номинальной мощностью динамика. Она может быть 300 ватт, может быть 5 киловатт, может быть 900 ватт, может быть 1,2 кг. С этим нужно определиться вам. После того, как вы определились с размером, с количеством, с мощностью динамика, вы можете сравнить их технические параметры и решить для себя, какой динамик для вас будет лучше. К примеру, Прайд Сапфир, двенашка, антивандальный колпак, штампованная корзина, 2,6 дюйма катушка, 900 ватт, номинальная мощность, большая магнитная система. Урал ТТ, да пофиг на этот ТТ. Урал ТТ, 12, штампованная красная корзина, большая губа, небольшой мотор, 3-дюймовая катушка, 500 ватт, номинальная мощность, катушки 2 плюс 2. Еще очень важный момент, это сопротивление катушек и их количество. Сабвуфер может быть с одной катушкой, а может быть не АЦВ. И еще один важный пункт, это сопротивление катушек и их количество. У динамика может быть одна катушка, 4-х омная, к примеру, а может быть две катушки по 2 ома, 2 плюс 2. И вот по катушкам, если вы не понимаете в этом ничего, лучше проконсультируйтесь, потому что, если, к примеру, у вас есть усилитель, который не работает в одноомную заявку, то вам нужен сабвуфер с катушками, к примеру, 1 плюс 1, либо 4 плюс 4. Почему так? Если у динамика катушки 4 плюс 4, при параллельном подключении получается 2 ома. Если у динамика катушки 1 плюс 1, при последовательном подключении сопротивление получается у нас 2 ома. И точно такую же аналогию можно сделать с любым количеством катушек и с любым их сопротивлением. Вроде бы все сказал, давайте подытожим. Сначала определяемся активный, либо пассивный. Далее выбираем на все это дело бюджет. После чего определяемся с количеством и размером динамиков. Потом нам нужно выбрать номинальную мощность сабвуфера. Ну и, конечно же, подбираем катушки. В принципе, все. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете нам написать во все наши соцсети. Мы вас обязательно проконсультируем. Так что на сегодня у нас все. Всем спасибо за просмотр. Это был канал Мегазвук. Пока! Мегазвук. Пока! Пока! Мегазвук. Пока! Пока!